Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Начало второго в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». В студии Анна Лапшина. Мой сегодняшний гость – Алексей Кузьмин, депутат Кировской городской думы. Алексей, добрый день. Добрый день. Времени немного, поэтому просто с места в карьер тем много. И есть вопросы от слушателей. Одни касаются и выборов, и ремонта дорог в городе Кирове. Обо всём поговорим постепенно. Выборы. Выборы губернатора, выборы в городскую думу. Ну, давайте так, по старшинству, наверное, начнём. Насколько я понимаю, завтра завершаются вообще все возможные телодвижения представителей разных политических сил по сдаче подписей, собранных в процессе подготовки, по заявлению списков и прочее. Завтра мы увидим уже окончательный итог тех людей, за которых мы будем или не будем голосовать 10 сентября. Всё верно? Всё верно. Мы надеемся, что выборы в Кировской области придут интересно, что кандидаты будут выдвигать интересные программы развития Кировской области. И будем надеяться, что выборы придут честно. Самое главное, чтобы избиратель получил объективную информацию о кандидатах и об их программах. И будем надеяться, что явка 10 сентября на всех избирательных участках будет очень высокая. Потому что только своей политической и общественной активностью кировчане и жители Кировской области могут заявить своё слово и сделать свои предложения. Только так. Алексей, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас про программу заговорили, я сразу вспомнила. У вас был пост ВКонтакте где-то неделю назад примерно о том, что вы на заседание, по-моему, Кировской городской думы приглашаете, хотите пригласить кандидатов к губернатору Игоря Васильева. Всё верно. У нас было заседание комиссии по социальным вопросам Кировской и Городской думы. И действительно протокольно мы зафиксировали такое решение, такое предложение, что хотим увидеть одного из кандидатов в губернаторе Кировской области на заседании Городской думы, областного центра столицы Кировской области, чтобы Игорь Васильев предложил свои программы, своё видение развития Кировской области на ближайшие несколько лет. И в частности мы хотим увидеть программы развития в том числе и города Кирова, так как всё-таки это столица, самый крупный город в регионе. И, естественно, у депутатов много вопросов. Мы бы хотели и задать эти вопросы одному из кандидатов в губернаторе. Поэтому действительно такое протокольное решение было. Не знаю, как отреагировало областное правительство, предвыборный штаб Игоря Васильева, сам Игорь Васильев. Но, в принципе, депутаты ожидают его. Завтра? Естественно, мы ожидаем его завтра на заседании Городской думы. И надеемся, что будет подготовлена программа и тезисно выдвинуты предложения по развитию региона и города Кирова. Мы муниципальные депутаты, мы хотим знать, какие предложения есть у областной власти. Хорошо. Я должна отметить, что Игорь Васильев до сих пор, насколько я понимаю, по крайней мере, не сдал ещё подписи, которые он тоже, как человек выдвигающийся на пост губернатора, должен представить в избирком. Подписи сдали, соответственно, коммунист Сергей Мамаев, представитель ЛДПР Кирилл Черкасов. Пока непонятная история с Игорем Васильевым. Но тут, я так думаю, что наверняка проблем не должно. Я думаю, не за горами тот момент, когда будут сданы подписи. И всё-таки будет у нас достойная и интересная гонка кандидатов в губернаторы. Я ещё раз повторяю, искренне на это надеюсь, и все кировчане, жители Кировской области должны прийти на избирательные участки 10 сентября, чтобы отдать свой голос кандидату, которого они считают достойным и нужным для нашего региона. Это на пост губернатора? Естественно. Да, ну вот смотрите, если не возникает вопросов и каких-то сомнений в том, что Игорь Васильев наверняка сдаст всё-таки подписи, то что у нас с Николаем Барсуковым и что у нас с Николаем Дубравиным? Барсуков, напомню, коммунисты России, а Дубравин идёт самовыдвиженцем, то есть ему надо собирать больше всех подписей. Про первого кандидата я уже и у вас в эфире высказывал свою точку зрения, что, я думаю, человеку всячески помогут собрать эти подписи и, естественно, у него никаких проблем не будет. А зачем же он оттягивает до последнего дня-то? Ну, я думаю, какие-то есть технические сложности с этим. А что касается Николая Дубравина, то тут у меня возникают сомнения, что всё-таки он сможет собрать нужное количество подписей муниципальных и областных депутатов. Ну, надеемся, что и он соберёт эти подписи. И, ещё раз повторяю, выборы будут конкурентными, альтернативными, честными и справедливыми. Чем больше кандидатов, тем лучше. Всё верно. Так, ну вот, честно говоря, не знаю, относительно городской думы можно ли так сказать, потому что сегодня, когда я смотрела на сайте избиркома количество людей, да, только заявляющихся в городскую думу, честно, нам не хватит эфиры перечислять, если мы начнём называть фамилии. То есть там больше 200 человек, это только официально выложенных фамилий, да, на сайте избиркома. Я так понимаю, что это ещё не все. А вы знаете, почему так происходит? Мне кажется, у современного кировчанина есть запрос на власть. Есть запрос на то, чтобы принимать решения в этом городе, потому что каждый день, выглядывая из окна собственного дома, либо из окна автомобиля, кировчане видят, что происходит с городом. Город деформируется. Город, я бы не сказал, что он развивается. Город, наоборот, декрадирует в каких-то аспектах и в каких-то сферах, и ничего сверхъестественного пока не происходит. Поэтому у кировчан есть запрос на новую власть, на новое решение, на современное решение, на качественный городской менеджмент. Поэтому и такое количество кандидатов. Поэтому и все политические партии, которые более-менее живые в Кировской области, предлагают свои списки кандидатов, и округа закрываются полностью. Поэтому выборы в городскую думу будут, естественно, альтернативные, достаточно массовые. Я опять же призываю всех кировчан прийти на избирательные участки, чтобы выбрать новую городскую власть и поддержать те программы тех людей, которые способны изменить этот город к лучшему. А вот я не знаю, является ли то, что вы сейчас сказали, ответом на вопрос нашего слушателя, который представился как кировчанин, и задал вам вопрос на сайте. Алексей, объясните, почему такое большое количество депутатов ОЗС вдруг решило поучаствовать в выборах в Кировскую городскую думу? Не связано ли это с тем, что в ОЗС теперь казарменный режим? То есть речь, видимо, идет о действующих депутатах законодательного собрания. Кроме того, я так понимаю, среди кандидатов в городскую думу большое количество людей, которые пытались пройти в ЗАГС собрания, да и были представителями народа, в том числе, в предыдущих созывах, но вот у них в прошлый раз не получилось. Ну, все верно. Что касается большого количества кандидатов, действующих депутатов в ЗАГС собрания, они есть и в наших списках, в списках «Справедливая Россия», они есть и в списках других политических партиях. И мне кажется, законно предположить, что не все в порядке в областном парламенте. И термин казарма, казарменный режим в областном парламенте, он не на пустом месте основан. А, простите, пожалуйста, можно я уточню? Вот это вот депутаты между собой, так называют, сложившиеся ситуации? В том числе депутаты, естественно, депутаты ЗАГС собрания, ваши коллеги, средства массовой информации, этот термин подхватили и публично, и не публично, в кулуарах, его постоянно используют, потому что действительно идет процесс ужесточения и, скажем так, закрытости областного парламента, и имеется ряд существенных нарушений в плане политической дискуссии. То есть, ну, мне кажется, все не безосновательно и не беспочвенно. И то, что депутаты ОЗС стремятся попасть, сейчас стремятся попасть в городскую власть, ну, это тоже имеет под собой почву. Алексей, то есть я вас верно понимаю? Люди, которые сейчас заявляются в качестве кандидата в городскую думу, действующие депутаты областного законодательного собрания, в случае, если попадает в городскую думу, не исключено, что могут променять кресло депутата областного парламента на город. Я более чем уверен, что такие варианты возможны и такие варианты самими депутатами рассматриваются. Хорошо. Есть еще один вопрос касательно выборов. Наверное, я успею все-таки его задать. У меня вот такая мысль. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к переходам людей и действующих депутатов в городскую думу, в том числе, из одной партии в другую, из одной фракции в другую? Ну, то есть вот если мы конкретно список «Справедливой России» возьмем, там Татьяна Черезова, которая когда-то очень давно представляла, по-моему, «Единую Россию», потом она последний раз сейчас в действующей созыве в городе думы избиралась от КПРФ, если я не ошибаюсь. Сейчас она в вашем списке. Вы знаете, у нас в нашем списке не только Татьяна Черезова из других политических партий. У нас есть и другие, даже действующие депутаты городской думы, которые пришли к нам из других политических сил. Я не считаю это зазорным, потому что, во-первых, я и сам, бывший представитель партии «Единая Россия», я входил в руководящие органы «Единой России», возглавлял молодую гвардию «Единой России», поэтому знаю, что это такое. Но я принял для себя осознанное решение, потому что понял, что эта партия мне идеологически и политически совершенно не подходит, и выбрал для себя другую партию, которая идеологически и политически мне подходила. То же самое и другие действующие депутаты, и другие активисты, которые меняют свои политические предпочтения. В этом я ничего страшного не вижу. И более того, что... Давайте приведу пример. Есть футбольные клубы, которые постоянно перекупают друг у друга футболистов. То есть, если предложены лучшие условия, а мы, естественно, не о деньгах в нашем случае говорим, а о каких-то условиях, политические очки, места в каких-то списках избирательных, в каких-то руководящих органах партии, то если предложены лучшие условия, то человек вправе сделать для себя выбор и определиться с той партией, которая предлагает ему лучшие условия. То так же и здесь. Поэтому ничего в этом страшного не вижу. И назвать нашу партию или какие-то другие партии, партией потеряшек, ну, у меня язык не повернется, как многие блогеры шутят и вот такой термин применяют. Я считаю, что это осознанный выбор людей, и тем самым наша партия, например, только усиливается. Потому что мы получаем свои ряды опытных, грамотных и ответственных специалистов, которые умеют думать головой и умеют сами за себя принимать решения и быть ответственны. Ну и, наверное, готовы оставаться депутатом Городской Думы. Если нет возможности пройти от одной партии, идут от другой. Хорошо, мы сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся через минуту. Напоминаю, что Алексей Кузьмин, депутат Кировской Городской Думы, у нас в гостях. Особое мнение на 101FM Продолжается особое мнение Алексея Кузьмина, депутата Кировской Городской Думы. Тему выборов обсуждали, в том числе в Городскую Думу. Немножечко еще затронем, не успели до перерыва, тема меморандума, который предложила «Единая Россия» подписать всем представителям оппозиционных партий и всем участникам выборного процесса 10 сентября. Меморандум о честных и открытых выборах. Его текст размещен на нашем сайте. В общем, прекрасный совершенный меморандум в том смысле, что очень правильные вещи там написаны. Соблюдать законодательство, не допускать распространения недостоверной информации, не использовать грязных избирательных технологий и прочее. Я думаю, что все абсолютно подпишутся за это двумя руками. Но вот удивительно, на прошлой неделе должны были его подписать, и на подписание не явился и никто из представителей оппозиционных партий. Парламентских, прежде всего. Насколько я понимаю, на этой неделе, во время заседания законодательного собрания, этот вопрос еще раз поднимут. Не знаю, подпишется кто-то или нет. Представители оппозиционных партий говорят разные. Говорят, что, во-первых, не сообщили время. Говорят, что, в принципе, нет смысла вообще в этом документе, потому что, ребята, давайте мы будем соблюдать законодательство Российской Федерации, и, собственно говоря, все. А кто-то говорит, это уже не партия эксперты, что просто Единой России нужен был информационный повод еще раз засветиться вот с этим меморандумом в общественном пространстве накануне выборов. Вот вы знаете, лично моя позиция по этому вопросу такая, что действительно подписывать какие-либо документы с теми, кто больше всех применяет не совсем честных и правильных избирательных технологий, мне кажется, не совсем правильно. Это сейчас по вашему мнению больше всех применяет. Это по моему мнению. Я поэтому и сказал, что это лично. Особое мнение Алексея Кузьминова. Это особое мнение, поэтому я его никогда не стесняюсь и говорю его всегда всем в глаза. И подписывать какие-либо документы, ну, мне кажется, неразумно. Самый важный аргумент и самый важный тезис, который надо налево и направо всем предлагать и говорить, это соблюдать избирательное законодательство и законодательство РФ. Все, больше ничего подписывать не надо. Если будут соблюдены все пункты всех законов об избирательном праве и действующие законодательные акты, то никаких меморандумов и дополнительных документов не потребуется. Но если есть огромное желание всем политическим партиям сесть за круглый стол, действительно, там, и какой-то подготовленный, совместно, подчеркиваю, совместно подготовленный документ подписать, то, безусловно, я убежден, что наша партия этот документ подпишет. Но еще раз повторяю, что прежде всего надо соблюдать законодательство. Поэтому никакие дополнительные бумаги, которые не совсем понятный статус имеют. Что такое бумага, подписанная в стенах ЗАГС-собрания, не имеющая статуса ни закона, ни законодательной инициативы, ничего. Но это только, по сути, полуустные договоренности между политическими партиями. Так они могут и добиваться устным путем, а не с информационным выхлопом, письменной бумагой и с приглашением 15 телекамер. То есть, вот у меня такая позиция, и если все-таки все политические партии и силы примут решение подписать такой документ, то, безусловно, Исправедливая Россия подпишет. Но если не будет такой массовой инициативы других политических сил, то и мы, я думаю, подписывать этот документ не станем. Ничего не могу сказать и прогнозировать, мне тоже сложно. Бог его знает, что случится через два дня, возможно, и вдруг подпишут. Хорошо, еще одна тема важная, которую мы хотели сегодня затронуть, тема ремонта дорог. Извините, пожалуйста, летом это постоянная тема во всех особых мнениях. Есть вопрос по этому поводу на нашем сайте Алексей, спрашивает вас Анна. Сколько можно терпеть этих московских дорожников? Посмотрите, они укладывают асфальт, который лопается после дождичка. Не пора ли принять меры к Менькину и товарищам? Андрей Менькин, руководитель дирекции дорожного хозяйства, фактически заказчик, город заказчик работ, происходящих на наших улицах. Вы знаете, я уже неоднократно и публично и не публично предлагал такой концепт, как расторжение договора с московскими подрядчиками. И все для того, чтобы переиграть этот лот и заново укладывать незавершенные участки дорог. Но вот, к сожалению, администрация меня не поддерживает в этом вопросе. И ни одного меня, и коллег моих депутатов мы неоднократно это предлагали. Но вот, к сожалению, мы все тащим за уши этого подрядчика, все пытаемся изменить... Подрядчик это вот агентство развития перспективных технологий, кажется так. Мы пытаемся вытащить его за уши, пытаемся изменить под него техническую документацию, что, собственно, и было сделано дирекцией. Мы это сейчас говорите про дирекцию. Это я вообще про город говорю. Про город. То есть я представляю город, поэтому про город говорю. И дирекция дорожного хозяйства то меняет под них техническое задание, то... А это уже точно, да? Уже поменено, да. То есть то постоянно подстраиваются под них, то, несмотря на их постоянное отставание в сроках, закрывают на все это глаза, то подписывают и согласовывают не те дорожно-строительные материалы, которые они укладывают. Ну, в общем, здесь постоянно какие-то страшные истории происходят с этим московским подрядчиком и постоянно вытягивают его за уши. В этой ситуации самое обидное заключается в том, что московским подрядчикам здесь в Кирове как-то кому-то и не пахнет. Все работы ведут кировские подрядчики. Это, насколько я знаю, это Виатавтодор и ДРСУ номер один. Ну, вообще-то предполагалось, что так и будет. Ну, кто же повезет сюда рабочих, технику и прочее. Поэтому и обидно, что кировские подрядчики вот так вот некачественно относятся к своим кировским дорогам и позволяют себе такие ляпы. Причем и составляются акты дефектовки, но вот, к сожалению, никак не пытаются воздействовать на этих подрядчиков и субподрядчиков. Поэтому я уже третий раз призываю правоохранительные органы обратить внимание на этот самый большой лот дорожных работ в Кировской области и в городе Кирове. И все-таки промониторить все их документы, потому что все, что там происходит, вызывает лично у меня и у большинства кировчан огромные вопросы и недоумения. Алексей, простите, пожалуйста, у меня вот вопрос возник прямо по ходу эфира. А вы не знаете проспект Строителей, кто делал? Гордор Мострой. Вот эта история с провалившимся колодцем после дождичка, да, ну мы видели, я думаю, автомобилисты видели это своими глазами. Не только там, это не единственный случай, когда вновь уложенный асфальт, асфальтовое полотно проваливается, появляются дефекты. Ну, по идее, есть гарантия. А это штатная какая-то ситуация? Ну, слушайте, ну вот первый дождь прошел после ремонта и все. Я думаю, с таким качеством укладки, как у нас уже не одно десятилетие укладывает, и этот подрядчик, и город Мострой, и другие подрядчики, с таким качеством укладки у нас каждый год будут возникать проблемы, и асфальта будет хватать на полгода. Поэтому ничего в этом сверхъестественного я не увидел, когда на центральном перекрестке провалился асфальт. Ну вот, к сожалению, это такая реальность, это такие подрядчики. Но гарантийные обязательства, они все-таки будут соблюдаться. По идее, они, естественно, в договоре было прописано, что 4 года гарантийных обязательств, поэтому, безусловно, за свой счет подрядчик будет ремонтировать. Слушайте, ну а следующим дождиком его снова размоют? И снова будут ремонтировать? Вы задаете извечные вопросы, которые мы задаем каждый месяц, каждые полгода и каждый квартал, но вот ситуация не меняется, подрядчики как плохо укладывали, так и укладывают. То есть только прокуратура? Мне кажется, исключительно правоохранительные органы могут быть стимулирующим фактором изменения качества укладки асфальта в нашем городе. Так может, все-таки надо не качество укладки асфальта даже менять, а просто требования как-то повышать, ужесточать и прочее? Требования высокие, но я вам хочу сказать, что в Кирове действуют всего две специализированные лаборатории, которые исследуют качество асфальта, качество щебня, качество укладки. Это лаборатория Гордор-Мостроя и лаборатория Вятавтодора. То есть сами себя проверяют? Самых крупных подрядчиков в Кировской области. Ну, вы сами ответили на свой вопрос. Понятно. Хорошо. Алексей Кузьмин, депутат Кировской городской думы. Напоминаю, у нас в гостях еще одна тема. Успеем до рекламы. Продажи муниципального имущества. На прошлой неделе стало известно, что продают в ближайшие годы, ну, в планах, по крайней мере, несколько крупных объектов. Выручить планируют как минимум полмиллиарда рублей. Это центральный рынок, это магазин «Детский мир», это гостиница «Губернская», бывший мотель «Колос» на улице Казанской. И предприятие «Куприт». Ну, с предприятием «Куприт» не знаю, там, да, вот это не совсем такой осязаемый объект условно. Эти три объекта, мы можем на них посмотреть, можем их увидеть. И вообще, наверное, есть вопрос, а что с ними будет после продажи? Вот эти вещи, продажи муниципального имущества, каким-то образом продавцов обязывают сохранять статус действующего предприятия, улучшать его, еще что-то делать? Ну, скажите мне, пожалуйста, вот вы когда покупаете... Холодильник? Холодильник, да ладно, холодильник, пакет молока в магазине, вас разве продавец будет спрашивать, для чего вы покупаете этот пакет молока? Вы будете его так пить, либо творог из него делать, либо йогурт? Вас продавец не спрашивает, и производитель вас не спрашивает. Вот что захотите с этим молоком делать, вы то и будете делать. Соответственно, если будет программа приватизации, если единоличный участник лота выиграет вот эти объекты, а именно акции разыгрываются, то есть не объекты как таковые, а акции. Нет, по сути, это здания, потому что они же входят в эти предприятия. То есть никто спрашивать нового собственника этих акций не будет, чем вы будете заниматься. Вот захочет собственник построить жилые дома, ну, значит, будет готовить документы в администрацию города... Это сейчас по поводу территории центрального рынка, вы говорите? ...на изменение вида разрешенного использования земельного участка. То есть это будет инициатива и желание конкретного собственника. А помешать как-то этому можно? Может помешать только исключительно Кировская городская дума. Которая запретит. Которая принимает решение о видах разрешенного использования на земельном участке. То есть вот единственный барьер может возникнуть в виде городской думы. Какая будет городская дума нового созыва, никто еще не знает. Узнаем после 10 сентября. Но мое впечатление, мое мнение, что дума будет кардинально иная. И дума будет представлять из себя совсем другой коллектив, нежели сейчас. И мне кажется, что дума будет оппозиционно настроена к действующей власти. Поэтому какая будет дума и будет ли она барьером, мы это узнаем только после 10 сентября. А что касается самой программы приватизации, то мое мнение по этому поводу не изменилось. Сегодня действующие муниципальные предприятия, городские хозяйства, они управляются крайне неэффективно. Их отдача в бюджет города Кирова настолько мала, она ничтожно мала, что говорить о том, что они нам ценны, эти предприятия, что мы трясемся и боимся за них, то я бы так не сказал. Потому что те ничтожные до 10 миллионов рублей, которые перечисляются от всех мупов в бюджет города Кирова, ну это смешно. Это смешно по сравнению с теми активами, которыми они управляют. Так вот, что касается самой программы приватизации, то когда мы акционировали эти мупы, а я напомню, что это был муп центральный рынок, это был муп гостиница губернская и так далее. Мы их акционировали, мы говорили о том, что эти предприятия должны попасть в программу приватизации. Но так получилось, но мне кажется, что это не случайно так получилось, что администрация города Кирова подготовила проект приватизации к заседанию, к самому последнему заседанию последней думы пятого созыва. Это завтра вы будете обсуждать? Это будет завтра. Завтра будет очень важный день, поэтому приглашаю всех неравнодушных представителей средств массовой информации, может быть и кировчан. Давайте напомним, кировчанам, кировчане могут попасть на заседание городской думы, если хотят? Могут, предварительно записавшись. Но средства массовой информации также могут присутствовать на заседании завтра в 9.00 здания городской администрации. Поэтому дума будет важная, дума будет серьезная, и мы будем обсуждать и в том числе и этот пункт по программе приватизации. Потому что напомню, что наша фракция имеет неоднозначное мнение по этому вопросу. То есть мы за проект приватизации как таковой, но мы против той цены, которая изначально назначена в проект приватизации. Как стартовая? Как стартовая. Вы хотите, чтобы она была меньше или больше? Выше. Естественно, выше. Потому что эти цифры нам кажутся несущественными. Они должны быть существенно выше, а администрация говорит о том, что торги будут на повышение, и цифра может увеличиться до 1 миллиарда рублей. А вот сейчас у меня возникают вопросы. А в Кирове много желающих бизнесменов заявиться на эти лоты и играть между собой еще и на повышение цены этих лотов? У меня такое ощущение, что заявится лишь один интересант и выиграет эти лоты по минимально заявленной цене. А именно центральный рынок 220, гостиница Губернская 30, Куприд 68% акций, 45 миллионов рублей. То есть у меня складывается такое впечатление, такое ощущение. Но по стартовой этой цене он не может купить, наверное, там все равно плюс один рубль условно. Ну или плюс один рубль, ну неважно. Но цена, у меня складывается ощущение, что цена будет именно такая. И город в итоге получит совсем небольшие деньги, а не те, на которые я рассчитывал. И говорить о том, что деньги будут потрачены исключительно на детские сады и школы в Чистых прудах, в Урванцево, в Коминтерне. Мне тоже не совсем понятна такая фраза, потому что эти деньги не будут окрашенными. То есть они не целевые. Есть в бюджете такой термин, как окрашенные деньги. Так вот эти деньги не окрашены. На что они будут потрачены, то никто вам прямо сказать не сможет. Гарантии никто не даст, что это будет на больнице, детские сады. Они могут быть потрачены на погашение действующих кредитов. Напомню, что бюджет города Кирова является дефицитным и всегда был дефицитным. И накопились кредиты в коммерческих банках. Так вот не будет ли это погашением долгов или постановлением суда о долгах. Хорошо, мы обязаны сделать рекламную паузу. Алексей Кузьмин, депутат Кировской городской думы у нас в гостях. Напоминаю, вернемся после перерыва. Особое мнение на 101FM Продолжаем обсуждать городские проблемы с депутатом Кировской городской думы Алексеем Кузьминым. Его особое мнение выслушиваем сегодня. Еще одна городская тема. Не знаю, мне кажется, вы должны к ней как-то немножко так неравнодушно относиться. Это перспектива и судьба команды «Динамо» футбольной. Мы обсуждали ее на прошлой неделе в нашем эфире в «Развороте». Не очень понятна вообще вся эта история. Вообще депутаты городской думы каким-то образом эту тему между собой обсуждают или нет? Мы обсуждали эту тему. Эта тема очень важная, серьезная и настораживающая. Потому что мы такими инициативами потеряли последний профессиональный клуб, большой клуб в нашем городе. И очень я переживаю за футбольный клуб «Динамо», что он все-таки вылетает в третий дивизион. Кому, на кого равняться молодым пацанам, которые находятся в футбольных секциях. И этот вопрос настолько дискуссионный, настолько проблемный, что обсуждать его надо всем миром. А не каким-то советом директоров, какими-то кулуарными вопросами было принято решение. Этим же числом была отправлена бумага в Национальную футбольную лигу о том, что клуб снимается из второго дивизиона. Ну, то есть публику, не болельщиков, мне кажется, вообще никто не спрашивал. Хотят они такой инициативы, не хотят. Действительно, огромная финансовая проблема у клуба. Накопились долги и по заработным платам, и по помещениям, и по участию в футбольном первенстве. Но я думаю, все вопросы надо решать, надо садиться за стол переговоров, надо искать спонсоров. И все аргументы альтруистов о том, что бюджет не должен спонсировать профессиональный спорт, я считаю неверными. Потому что нет в России ни одного футбольного клуба, финансирующегося исключительно из частного кармана. Все футбольные клубы, прямо или косвенно, получают государственную поддержку. Ну, дотации какие-то, может быть, в какой-то форме, может быть, не обязательно в денежной. Через фонды, ну, какая-то поддержка имеется. И говорить о том, что надо переводить «Динамо» на коммерческие рельсы, надо продавать рекламу, надо продавать пиво на стадионах. Ну, естественно, это все даст дополнительный источник финансирования, но не будет содержать, не будет финансировать основные расходы команды. Поэтому я убежден, что город и область бюджетами обязаны поддерживать профессиональный спорт. Обязаны создавать для кировчан профессиональные команды, обязаны содержать клубы, на которых будут равняться молодые парни и девушки, которые занимаются в спортивных секциях. Это самый принципиальный вопрос и поддержка футбольного клуба «Динамо» и «Родины» хоккейного и «Олимпии» Чепецкой. И, безусловно, я должен сказать, что областные и городские власти обязаны помогать этим клубам. И разводить руками и говорить о том, что денег нет, ну, мне кажется, это некрасиво и неправильно. В то время как бюджеты на содержание штатных сотрудников Министерства спорта Кировской области увеличиваются на 3,2 миллиона рублей. Ну, это, Алексей, вам, по-моему, написали комментарий в Фейсбуке по этому поводу, говорили о том, что были некие реорганизации в областном правительстве, когда там, по-моему, Министерство молодежной политики из Министерства управления, Молодежной политики из Министерства образования было передано в Министерство спорта, ну, видимо, там со всеми сопутствующими расходами. Ну, вы знаете, есть и в городе, и в области, на чем сэкономить, а не на спорте. Массовый спорт, профессиональный спорт, это те строки расходов, которые сокращать всегда бывает болезненно. И кировчане помнят каждое это сокращение, и они припомнят и действующие власти все эти решения. Естественно, надо спасать эти клубы. Надо помогать и детской, юношеской спортивной школе. Вот, например, пятая школа готовит сильных молодых парней, которые, к сожалению, разъезжаются в соседние регионы. Ну, вот оттуда как раз были комментарии на сайте, по-моему, или на страничке ВКонтакте клуба «Динамо», что большое количество ребятишек, которые занимались, теперь просто в растерянности, в том числе и родители. Они не знают, кому расти, они не знают, на кого смотреть, они не ходят на стадионы. Я раньше занимался в Дю США-5, занимался футболом, и мы постоянно каждую игру выбирали всем коллективом, всем составом, с тренером. Выбирались на «Динамо», кричали, радовались, стремились, смотрели на этих профессионалов, смотрели, как они играют, запоминали технику и приносили эту технику к себе в игру. И таким образом у нас команда была сильна, мы побеждали. А сейчас равняться на любителей из третьего дивизиона, ну, мне кажется, это не совсем тот уровень, к чему надо стремиться. Алексей, скажите, пожалуйста, отыграть эту ситуацию назад, как я понимаю, невозможно. Ну, вот прямо сейчас отыграть. То есть говорится о том, что команда, поиграв в третьем дивизионе и сохранившись там, да, она займет, я так понимаю, она должна первое место занять там, да, вот в своем этом третьем дивизионе, она занимает первое место, тогда имеет право попасть, попасть обратно. Вот, у нас уже в это время будут деньги, а иначе никак уже, да? Ну, во-первых, мне кажется, от того коллектива, который сейчас в Динамо уже мало кого, мало кто останется в том коллективе. Я так понимаю, что ищут люди все-таки сейчас возможность куда-то устроиться, да? Ну, скорее всего, так и есть, потому что долги по зарплате и неопределенные перспективы, они явно не радуют действующих футболистов. Мы обратим внимание на то, что людям перед началом сезона фактически сказали о том, что они остаются безработными. В так называемое закрытое трансферное окно. Что касается третьего дивизиона, то, мне кажется, это место лишь для подрастающего поколения, для молодых парней, которые могут как-то там проявить себя. Что касается сильных, серьезных, профессиональных футболистов, то в третий дивизион из новых футболистов точно никто не придет. Понятно, печальная, конечно, история. Очень печальная история, ее надо отыгрывать назад, потому что, еще раз повторяю, что киропчане все помнят, и сокращение финансирования на массовый профессиональный спорт, оно всегда аукнется тем людям, которые принимают это решение. Пять назад отыграть? Да, уже нет, если все письма направлены, клуб снялся с чемпионата, уже не съездил на матч в Оренбург, поэтому тут уже отыграть невозможно. Это только ждать следующего сезона и побед в следующем сезоне. Ну вот, к сожалению, на этой печальной ноте мы, наверное, закроем нашу сегодняшнюю программу. Особое мнение Алексея Кузьмина было у нас в эфире. Алексей Благодарю. Я, Анна Лапшина, прощаюсь с вами. До свидания. Спасибо. До свидания.